Привет! Ты на канале Magic Family, я Аня, и у меня сейчас раннее утро, и сегодня я отправляюсь в приют для бездомных животных отвезти собачкам и кошечкам подарочки от вас и от нас. Даже собаки еще спят, и вот я встала и собрала две горы подарков в приют собачкам и кошечкам. Здесь около ста подарков, игрушек самых разных и лакомств. Юмичу всегда просыпается первее всех. Покемон, ты еще спишь совсем, да? Я это состояние у нее называю пирожочек. Я приехала в приют для бездомных животных верные друзья в Калуге. Когда я последний раз снимала оттуда видео, многие подписчики запомнили кошечек и собачек по именам и передавали им подарки. Также мне самой часто присылают посылки, а недавно подарили очень много подарков для животных на встрече в Питере. И я попросила своих любимых подписчиков не обижаться, что часть игрушек и лакомств я передам в приюты. Ведь мои питомцы нуждаются в этом меньше, чем животные, которые никому не нужны. У каждого животного своя жизнь. И сегодня я снова расскажу несколько историй. Помните тех трех слепых котят? Добрые люди, несмотря на то, что они слепые, забрали малышей в свои дома, и они нашли себе хозяев. И вот в верных друзьях уже появились новые котята. Их нашли одинокими в подвале. Мальчик без хвостика сейчас в больнице, а девочка-котенок по имени Краска ждет братика в приюте. Она такая нежная, милая и красивая. Надеюсь, найдутся люди, кто захочет им помочь. Маленьких чухуахуа и шпица, за которых переживали многие подписчики, забрали из приюта в новые дома, как и многих других собак и кошек. И я так рада, что в этом мире есть люди, у которых доброе сердце, и им не все равно. Пародистая лобай по имени Балу до сих пор в приюте. Он очень добрый, дружелюбный и общительный пес, и очень любит людей. Недавно позвонил мужчина. Он сказал, что ему кажется, что это его собака, которую украли, и он хочет на него посмотреть. Приехав, он ничего толком не сказал, и за Балу так и не вернулся. Поэтому этот красавец до сих пор в приюте. В своей распаковке посылок я показывала посылку от девочек, у которых даже нет животных. И они просто прислали игрушки для собак из приюта, и одна из них была для добродушного Кремика. Помните его? Он всем очень понравился, и все просили показать его еще раз. И я передала ему его новую, и даже, возможно, первую в жизни игрушку. Он очень добрый и ласковый, и мое сердце разрывалось, когда я общалась с ним, гладила его. Ведь мой дом пока не достроен, и мне некуда взять большую собаку, а так хочется ему помочь. Кремика брали и возвращали несколько раз, потому что он слишком добрый, а его хотели сделать охранной собакой. И он ничего, дурачок, не охранял, он просто хочет общаться, и чтобы его гладили. В конце концов, он схватил свою игрушку и ходил с ней так, будто теперь она будет ему напоминанием, что он кому-то нужен, что в этом мире есть кто-то, кто о нем думает. Вдруг я увидела очень красивого песика и спросила про него. Ребята рассказали жуткую историю. В приюте его назвали Андрюша, ведь никто его имени не знает. Он немного похож на Бигля, скорее всего, Метис. Его нашла женщина в местном лесу. Кто-то привязал его к дереву, и на шее у него был порванный пакет. Возможно, пакет был на голове, но Андрюша его разодрал, когда начал задыхаться. Мы никогда не узнаем эту историю до конца. Но неужели кто-то мог вот так взять и привязать собаку в лесу, оставив ее умирать? Андрюша очень воспитанный пес, но он очень нервничает в приюте. Он явно жил в квартире или доме и не понимает, куда он попал. Он все время кого-то ищет, оглядывается и озирается вокруг. Красивых и ласковых котов и кошечек в приюте тоже очень много. Сейчас они все живут в деревянных бытовках, но места мало. Они все так нуждаются в ласке и так хочется помочь каждому. Некоторые котики и кошки совсем старенькие, а некоторые молодые. Кто-то живет тут давно и уже вряд ли уедет. А некоторые попали в приют недавно, но все они одинаково нуждаются в любви и ласке в своем собственном доме, как и мы, люди. Вот она, это необычная кошка. Очень красивая, очень красивая. Как тебя зовут? Василиса. Это Алиса. Скажите, она похожа на лисичку? Как лиса Алиса. Она лайка. Ее хотели застрелить в деревне. И она попала в приют со щенками пять с половиной лет назад, но так и не нашла себе дом. А ведь она такая красивая и добрая. А Клайду полтора года, и он попал в приют еще щенком. Но только посмотрите на эти глаза. Он не знает, что такое настоящий дом и семья, но почему-то он так рвется к людям, так хочет общаться и почувствовать ласку, потому что всем нужен дом. Джуди метиспитбуля и попала в приют шесть лет назад со щенками, но так и не пристроилась. Ведь у людей есть стереотипы по поводу таких пород. Но Джуди ласковая до безобразия. Если она и опасна, то тем, что затискает и залижет вас от переполняющей ее любви к людям. Я раздавала собакам лакомства и игрушки. Каждый пушистый в приюте очень хочет найти дом. Это видно в их глазах. О них очень хорошо заботятся. Они все здоровые, чистые, сытые. Но они видят человека и ведут себя так, будто думают, вот он мой хозяин. Он пришел за мной. Сегодня меня заберут домой, и у меня будет семья и своя лежанка. Со мной будут играть, и меня будут ласкать. Это ты, ты, ты за мной? За мной ведь, правда? Сегодня я поеду домой? Сегодня я поеду домой. Но далеко не всем удается покинуть вольеры приюта. Особенно беспородным дворнягам. А ведь у них такая же душа, как и у любой другой собаки. Они не виноваты, что их выбросили за ненадобностью, или они родились на улице. Недавно на нашем канале помощи животным Magic Family Help я сняла видео, как мы помогли нескольким приютам России, собирая деньги на стримах. Спасибо всем, кто помогал. Когда я была в приюте, туда пришел мужчина. Он взял собаку и повел гулять. Я догнала его и спросила, неужели он волонтер. И оказалось, да. Его жена нашла этого пса с перебитыми ногами. Они принесли его домой и выходили. Но у них, к сожалению, совсем нет места для большой собаки. И они решили отдать его в приют. Но навещать его и быть его хозяевами. Он гуляет с собакой, кормит ее и заботится. Но живет она тут. Так что, когда вы видите бездомную собаку, вы не обязаны забирать ее домой, если у вас нет возможности. Но вы можете найти ближайший приют и стать для нее хозяином, навещая и заботясь о ней. Каждый раз, когда я вижу такое количество бездомных животных, я думаю, их так много. Но потом я вспоминаю, ведь нас, людей, гораздо больше. В одном только городе Калуга больше 340 тысяч человек. А сколько людей в ближайших городах? Если хотя бы 250, всего 250 человек из них захотят забрать себе по одному питомцу, то все эти пушистые уедут из приюта домой. Сейчас в приюте живет котик по имени Персик. Его совсем недавно нашли израненным и больным на улице. Ему удалили большую опухоль из левого уха. На животике у него тоже ранка. Когда он выздоровеет, как и многие, он останется жить в приюте, если никто после лечения не захочет забрать Персика домой. 21 октября в Калуге в здании на заднем дворике ГДЦ, улица Пухова, 52, с 11 до 15 будет проходить выставка пристройства «Счастье в лапах», на которой будут кошки и собаки из разных калужских приютов. И люди смогут посмотреть на них и забрать домой. Также будут всякие сборы, конкурсы, мастер-классы, фотосессии, ярмарка. А для проведения мероприятия нужна помощь волонтеров. Я оставлю ссылку в описании, если вам захочется прийти. Так что 21 октября я, скорее всего, буду на этой выставке бездомных животных в Калуге. И очень жду, что все, кто живут в этом районе, тоже придут. Вдруг именно в этот день вы обретете нового друга и подарите счастье друг другу, как мы с Мишей. А еще, ребята, только мы вернулись из приюта, как к нам поступила очень срочная, важная информация. Пропала собака, пристроенная из этого приюта. Зовут ее Ася. Хозяева ее новые забрали и тут же потеряли. Собачка Ася выглядит вот так. Она ростом ниже колена. Пропала в поселке Кондрово, но может направиться в Калугу. Может быть, кто-то из наших подписчиков, кто смотрит канал, находится в этих районах. И даже ребята в группе у себя пишут, что просьба не писать комментарии, а именно звонить, если у вас есть какая-либо информация об Асе. Даже если вы не в этом районе, помогите, пожалуйста, репостами этого видео. И, возможно, мы вместе с вами спасем собаку, ведь мы большая семья. Буквально через пару секунд, ребята, у меня еще две очень важных новости для вас. С Софишей все хорошо, мы лечимся, делаем все процедуры, которые прописал врач. Я надеюсь, глазик пройдет и нам не придется его оперировать. А вам спасибо огромное за вашу любовь и поддержку. Вы такие классные у нас. А теперь по поводу нашего фотоконкурса с кормом Платинум. Где 10 победителей получат много корма, а к финалисту я поеду в любую точку мира и вручу настоящий платиновый кулон лично. 15 октября я должна была определить победителей, но было просто огромное количество людей, которые писали и умоляли продлить конкурс, так как им еще не доставили корм. Поэтому мы решили продлить конкурс до конца октября. Так что не переживайте, вы успеете. А еще я добавила к каждому призу наш личный подарочек от Magic Family. А где именно, ребята? Эйвен вечно где-то гуляет. Для тех, кто не в курсе, я напоминаю условия. Нужно сделать фотку своего питомца с кормом Платинуму, выложить хэштегом корм Платинум на русском языке в соцсетях Facebook, Instagram или ВКонтакте. Кстати, ребята, так как конкурс этот гораздо сложнее, а не просто за репост участников, все-таки меньше, чем обычно. И поэтому шансов выиграть гораздо больше. А еще скажу кое-что вам по секрету. Больше всех шансов победить у тех, кто выложит фотку в Facebook, потому что там очень мало участников. Берите на заметку. Подписывайтесь на все наши каналы, на наши соцсети. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!